Разведём-ка с прицепом. Боже мой, это звучит настолько ужасно, настолько оскорбительно, как будто эта бедная женщина просто прокажённая. В равной степени мы можем тогда называть мужчин безответственным, негчёмным. По факту самодостаточной женщине, которая работает, ей вообще не нужен какой-то спаситель, которому она якобы ещё должна ноги целовать за то, что он её подобрал. Ей нужен мужчина для души и для качественных сладострастных утех. И это она будет потом решать, пустить ли вас в свою семью с ребёнком, где у них целый мир. Целый мир пактерсов, подгузников, какашек и крика, да? Ребята, всем здорова, санночная садя. Уважаемые разведённые женщины с детёнками, с детьми, я вас прошу, я вас умоляю, я вас просто заклинаю, я не знаю, всеми святыми вас прошу, пожалуйста, не принимайте меня в свою великолепнейшую семью. Вот даже, я не знаю, даже готов вам 15 рублей заплатить за это, как бы, ну, я не знаю, ну, живите в своей великолепнейшей, прекрасной семье сами. Чпок возможен, совместное проживание нет.